И сейчас у нас в студии Алексей Шалайский, руководитель проекта «Наши гроши». Один из тех, кто поднимает вопросы о коррупции на высокий уровень и рассказывает о преступлениях коррупционеров в Украине. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Хотелось бы начать с того, что буквально на днях Петр Порошенко, президент Украины, подписал законы по борьбе с коррупцией. Это четыре закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, о предотвращении коррупции, об основах антикоррупционной политики в Украине до 2017 года и о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно определения конечных выгодоприобретателей, юридических лиц и публичных деятелей. И задачей этого пакета законопроектов является противодействие коррупции и создание некого органа, который будет за этим всем следить. Хотелось бы начать с вами разговор с того, что можете ли вы назвать такие самые громкие коррупционные скандалы за последние, например, года четыре, которые вы освещали в том числе? Ну, если их вспоминать, то это будет очень долго. Дело в том, что такие скандалы случались практически еженедельно. Ну, не только мы, их освещали наши коллеги многие, и депутаты, и так дальше. Главная же проблема была в том, что ты освещай, не освещай, и все равно оно функционирует. То есть глобальная проблема коррупции в предыдущие четыре года была вовсе не в том, даже что воровали, а в том, что она вошла в так называемое законодательное русло. То есть, грубо говоря, если вы будете парламентом, а я просто Алексеем Шалайским, и вы приняете закон, чтобы мне подарил бюджет 100 миллионов долларов, это будет законно, но я все равно их украл. И вот таких схем, схемах, законов, постановлений Кабмина, приказов в министерстве и так дальше, их просто бесчисленное количество было. То есть, именно потому вот на Майдане одним из главных слоганов было слово «задолбали», да, просто с этим очень трудно бороться. Ты приходишь, говорит, люди воруют, они говорят, ну и что, это законно, да. И вот в этом как бы проблема. Кстати, вот есть, вот знаете, закон и справедливость, да. Очень часто закон бывает несправедлив, справедливость незаконна, там и так дальше. Понятие справедливости довольно относительное. Да, но вот именно вот это несовпадение законов и справедливости привело к тому, что вот сейчас принят закон иллюстрации, который хочет сделать что-то справедливое, да. То есть, знаете, как когда-то в Советском Союзе была популярная интермедиа Райкина, когда он шил костюм, и ему там шили как-то сикость-накость, да, и он приходит и говорит, а кто его шил? Один говорит, я шил рукав, я там вот это, да, и так дальше. То есть, нету крайнего, а костюм шит плохо, да, и он не знал, что делать. То есть, вот закон иллюстрации, как бы... Как Франкенштейн. Да, закон иллюстрации увольняет как бы весь швейный цех, да. Ну, то есть, если бы не было вот этого, когда коррупция входит в законодательное русло, наверное, бы не было и закона иллюстрации. Ну вот вы в том числе вошли в такой совет, который будет создан при Министерстве юстиции, да, Общественный совет по иллюстрации. Ну, я до конца еще не вошел. Дело в том, что... Вы проверяетесь кандидатом, там 12 кандидатов, то есть вас еще будут проверять. Да, да, члены сами должны пройти иллюстрацию. Оно как бы, оно, это работа бесплатная и так дальше. Смысл этого общественного комитета, в общем-то, абсолютно понятен. Я чуть-чуть отойду в сторону и сразу тогда вернусь. Вот в Украине сейчас, когда мы говорим о коррупции, коррупция уменьшается только в тех случаях, когда она видимо. То есть, вот мы много занимаемся государственными закупками, маржа, то есть воровская маржа на закупках уменьшилась. Вы занимаетесь государственными? Ну, имеется в виду, да, мы смотрим за ними так регулярно, ежедневно. Многие схемы исчезли, ну, такие коррупционные. За последние полгода или за какой период это исчезли? Да, да, за последние полгода, да. Почему они исчезли? Просто там коррупцию может увидеть просто нормальный гражданин. Он может зайти там, не знаю, в постановление Кабминов, законопроекты, в Вестник, госзакупок, куда угодно. Прочитать, сличить цены и сказать, это люди коррупция. Она уменьшается. Там, где коррупция не видимо, да, то есть это таможенники, налоговики, санэпидемистанция, ну, и всякое вот это там, где кеш из рук в руки. Мне кажется, что она, ну, не очень уменьшилась. Это трудно проверить, но так по слухам она все равно существует. Это вопрос сознательности граждан. Коррупцию невозможно победить сознательностью. Коррупция побеждает страх во всем мире. Идеальный способ победить коррупцию – это когда нечего воровать, да, то есть ты создаешь схему, когда ты вообще не можешь украсть. Но это идеальная схема, она очень редко работает. Не зря Янукович так испугался слова «люстрация». Ну, иллюстрации многие, многие боятся, да. Так вот, одним из вот таких коррупционных организмов в Украине является прокуратура и следственные отделы милиции. Почему? Потому что последние годы они зарабатывали тем, что не расследовали, а пугали бизнесменов. Я приходил и говорил, давайте я вас проверю, но для того, чтобы не проверить, мне надо изъять там 4 компьютера, всю вашу документацию за 3 года, остановить 2 счета и через 3 месяца я подумаю и так дальше, да, и фирма ложилась. Второй способ заработка – это когда наши там говорят, грубо говоря, люди, а где криминальные дела, там, по пшонке, ну, и там называют серию фамилий. Говорят, мы расследуем. Говорят, так долго уже, 8-9 месяцев. Ну, еще расследуем. Ты не можешь проверить, они расследуют или не расследуют. И вот когда вот такой черный ящик, там всегда есть коррупция. Так вот, чтобы в законе иллюстрации было поменьше коррупции, создан законом же этот общественный совет. Смысл в чем? В том, что, например, я знаю, что какой-то замминистра должен быть люстрирован по четким критериям. Я обращаюсь в Минюст и говорю, люди, а вот его что, они иллюстрировали. Говорят, хорошо, вы сказали, да, мы примем к действию, сейчас подумаем, да. И начинают думать. Через 3 месяца ты к ним обращаешься и говоришь, а, и что? Ну, мы еще проверяем, знаете, такая очередь, ну, тут и так дальше, да. То есть, тогда любой вот этот гражданин может обратиться в общественный совет, где сидит там 6 журналистов, там, и еще 6 нежурналистов, да. Или кто там еще будет. Ну, общественным деятелем, назовем их так. И говорит, вот, Минюст не хочет как бы расследовать. То есть, этот общественный совет, он как бы антиминюстовский, в общем-то. Он ему вообще не нужен. Но он создан при министерстве. Он создан при министерстве, но он создан законом, он сам по себе существует. У него нет финансирования государственного. Минюст никак, по-вашему, не влияет на сам этот орган? Никоим образом. Нет механизма, по которому он может... И это как бы вот такая мембрана, да, между просто социумом и органом, да. А какие есть полномочия тогда у этого общественного совета? Общественный совет обращается к министерству юстиции и говорит, давайте мы вот этого иллюстрируем, мы посмотрели, и вот действительно надо иллюстрировать. И вот если Минюст... А Минюст опять говорит, а мы подумаем. Ну, это уже намного сложнее. Во-первых, там можно прописать вот эти все процедуры в течение 10 дней и так дальше. Во-вторых, это люди, которые сами по себе являются, знаете, там, многие рупорами и так дальше, они могут поднять такую волну, что Минюсту лучше иллюстрировать лишнего, знаете. Не сомневаюсь, что вы можете поднять волну. Это если говорить о законе иллюстрации. В общем-то, неплохие законы приняты по антикоррупционному бюро. Там были некоторые урезки, но мне кажется, что не самое главное. В чем его плюс? В общем, я надеюсь на это антикоррупционное бюро. Дело в том, что у него есть два плюса больших. Первый плюс – это тот, что он занимается только высокой коррупцией, министры и так дальше. Во-вторых, что там должны быть приличные зарплаты у следователей. То есть их там немного, там тысяча человек на всю Украину, но вначале предполагалось там полторы тысячи долларов самый маленький следователь. Ну, то есть это не та сумма, которая тебя уведет от соблазна, когда ты расследуешь 100 миллионов или миллиард, но это деньги, на которые уже можно жить. И на эти деньги, в общем-то, можно уже постараться найти более-менее профессионал. Профессионалы, они существуют, но они где-то там заныканы. Те люди из правоохранительных органов, с которыми мы очень часто встречаемся, ну, каждый год были все хуже. То есть они уже не могли вообще… А это могут быть иностранные специалисты, например? Нет, нет, я думаю, что нет. Я думаю, что иностранные специалисты, возможно, могут быть какими-то там советчиками и так дальше, но я даже не знаю… Тут вопрос системный, да? Очень много людей повязаны с этой коррупционной системой, которая годами росла и крепла. Нужно проводить еще и иллюстрацию среди, скажем так, средних чинов милиции, например. Ну да, иллюстрация, она вроде бы, с одной стороны, достаточно глубокая, то есть там, например, тот, кто был прокурором города, уже не будет прокурором, но заместитель прокурора, я так понимаю, остается. Ну, то есть многие остаются на местах. Ну, фактически там 80% состава всех этих ведомств, оно остается на своих местах. Да, потому все равно должно быть антикоррупционное бюро, которое с этим как бы работает. Есть проблемы с антикоррупционными законами некоторыми, которые приняты. Вот этот у нас принят закон, чтобы мы можем понять, кто есть собственником недвижимости в Украине. Но его в последний момент обрезали, да, и теперь пока что мы будем знать только новой недвижимости, а старой нет. Поэтому есть какие-то... Хочется, чтобы следующая Верховная Рада как бы его все-таки сделала более европейским, потому что в любой стране мира я могу ткнуть на землю и на дом, который стоит на этой земле, и понять, кто там собственник. У нас это невозможно. Закон о бенефициарах так называемых, то есть если фирма работает в Украине, но она там зарегистрирована в Белизе, и сейчас по закону настоящий собственник должен показывать, что это моя белийская офшорка, у меня есть сомнения, что они будут говорить об этом. Но если сделать... Но с этим тоже можно работать. То есть если сделать жесткие условия, что если ты не раскрыл, а она оказалась твоим... Это может быть, не знаю, даже криминальная ответственность, к примеру. И мы можем обратиться за помощью к Интерполу и всяким другим европейским, американским органам, которые очень часто почему-то знают, кому принадлежат офшоры. Я не знаю, там приезжает отряд морских котиков или дядька с миллионом долларов и покупает информацию, но в любом случае они очень часто это знают. В общем, найти коррупцию в Украине очень просто. То есть, во-первых, она очень много вещей описана. Во-вторых, даже маленькие исследователи, с которыми иногда... Там уровня, понимаете, старшего лейтенанта-капитана, они понимают, что сделать. Вот мы иногда встречаемся и говорим, слушай, а вот что бы ты сделал, если бы ты был генпрокурором? Он говорит, очень просто я бы сделал. Значит, надо допросить того-того-того, в госфинмониторинге взять то-то, то-то, в налоговой то-то, но там взять нужно тихо, потому что налоговая может слить, что ты интересуешься. То есть, все знают. И говорят, 3-6 месяцев 4 человека расследуют там самое громкое дело, которое тут... То есть, когда нужно, в принципе, этот механизм запускается. Да, да, он работает. Но пока он не работает, потому что нету... В Украине все, что работает, все работает пока что под гражданским контролем. То есть, закон иллюстрации принят каким-то чудом. В этом году принят закон о государственных закупках, новая редакция. Просто за предыдущих 3 года закон о госзакупках было внесено около 20 изменений, которые его схлопывали, уменьшали количество информации. И вот, наконец-то, приняли тот, который опять раскрывает. Так его принимали в апреле, сразу после Майдана, все же еще говорили, окно возможностей. 226 голосов, то есть, голос в голос, после третьего голосования. Ну, то есть, еле-еле. Люди не хотят голосовать за открытие информации. Ну, не люди, депутаты. Будем их пока различать. Но общественные вот эти все крики, люди стояли с шинами, и эту штуку приняли. То есть, если вот в двух словах сказать, те законы, которые приняты, их там штук пять даже, да, просто иллюстрацию вот сюда не вписывают обычно, они сделали уже очень много. Они не идеальны, к сожалению, и там есть, куда их делать, и их лучше. Но это уже ближе немножко к Европе все-таки. Это ближе к Европе, это ближе к открытости, и опять же, где у нас, чем больше открытой информации, тем у нас уже вот мы видим, как эта коррупция уменьшается. То есть, сейчас еще чуть-чуть открыть, и все. И коррупции не будет? Кстати, стоит еще упомянуть этот момент, что у прокуроров отняли, ну, такой большой кусок хлеба, который они зарабатывали неправедным трудом, да. Оно называется в законе чуть по-другому, да, но это так называемый общий надзор. Это когда прокурор мог прийти в любой, там, не знаю, ресторан и сказать, я хочу вас проверить, мне тут граждане написали, я хочу посмотреть, как у вас тут санитарное состояние, как пожарное, как налоги, как и так дальше. Ну, короче, все сейчас вас буду проверять. Просто я вот гарант законности в районе. А сейчас он перестает быть гарантом законности в районе, в результате, сейчас они очень сильно этому сопротивляются, кричат, надо что-то менять, это неправильно и так дальше, потому что у них уменьшается количество денег, у прокурора. Это очень, да, хороший сигнал для всех. Ну, и на этой позитивной ноте мы завершим трансляцию громадского на русском.